Персонажами её проекта никак не влияет ни на её состояние, ни на состояние... Мне кажется, это вообще никак не может сказать. Типа, блин, есть и есть. Я никогда этого не понимал. Майни, мы с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на видео, которое называется «Цифровой цирк». Закроют из-за фандома. Когда вторая серия? У меня так чисто «Закроют». Когда вторая серия? Не определилось ещё. Закроют шейли, когда вторая серия? Погнали смотреть. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что у неё появился магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в Майнишоп уже скидки. Поэтому, ребята, донаты, стим-пополнение, всякие геншины. Приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. Всем привет, дорогие друзья. Мы после моего вчерашнего видео задавались вопросом. А когда, собственно, продолжение цирка? И будет ли оно вообще? Давайте разбираться. Это конечно будет, это же хайп. Это же супер хайп. Конечно будет. Это реклама мерча, сделанная в стиле их промо-роликов с сайта TheWalkyWatch и с твиттера. Ключи после пилота подают признаки жизни. Недавно все стали обсуждать данный твит Gooseworks, который она написала ещё задолго... Что там за твит? Дайте я прочитаю просто сам. Когда выйдет это шоу про цирк, я попрошу всех вас дать письменное обещание, что вы будете хорошим фэндомом. И они ужасно злобным и доедливым. В противном случае мне придётся специально испортить шоу. Мне кажется, любой фэндом немного надоедливый и злобный. Типа любой фэндом он такой, если он популярный. Который она написала ещё задолго до выхода пилота шоу. А именно в начале лета 8 июня. Она пишет, что когда выйдет её шоу про цирк, она просит всех нас дать письменное обещание. Что мы будем хорошим фэндомом, а не ужасно злобным и надоедливым. В противном случае мне придётся специально испортить шоу. Грубо говоря, Gooseworks просто пошутила. Что я испорчу шоу, если вы не будете себя хорошо вести. Она хочет, чтобы возле шоу собралось хорошее комьюнити. И не токсичило направо и налево. Друзья, у меня есть большая мечта. Набрать на канале 300 тысяч подписчиков. Мне тоже. Набрать на канале 300 миллионов. Я уверен, что с вашей поддержкой мы быстро дойдём до такой прекрасной цифры. И тебе прочитали. Ну ладно, прочитал, прочитал. Что вы тут пишите? Спасибо. Но что же делать с R34? Грубо говоря, эфирикой пошёл, которая... Ничего. Это, блин, это же правило то и существует. Оно логично. То есть в плане то, что это было с любым шоу. Абсолютно. Даже с самым дурацким. Если мне даже говорят, что даже Geometry Dash имеет R34 арты, то уж, простите, тяжело не удивляться, что существует вот это. Ну как бы, блин, есть и есть. Смотрят и смотрят. Делают и делают. Я никогда не понимал, в чём проблема. Типа, как это мешает или как это влияет на основное шоу. Вообще, мне кажется, никак. Абсолютно. Полночь заполнило интернет. Ноль проблем. Ноль проблем. Зеро. И даже до. Гусворк закроет шоу, если будет шоу. Р34, лол. Она даже сама рофлит с этого. Так что не переживайте. Вся эта с персонажами её проекта никак не влияет ни на её состояние, ни на состояние. Мне кажется, это вообще никак не можешь сказать. Типа, блин, есть и есть. Я никогда этого не понимал. Многие говорят, вот, вот есть мультик. И вот я считаю, что мультик плохой, потому что по-немой стер... Ты что, тю-тю, алё? Проснись, дядя. Причём тут основное шоу или основной мультсериал к работам фанатов, которые хотят что-то рисовать. Да какая нравится, что они рисуют? Не нравится, не смотри, что они рисуют. Сама суть-то в основном шоу не проекта. А ещё крепитесь, друзья, кто увлекается R34. В начале года Гусворкс написала в своём твиттере, что у персонажей по канону нет гениталий. Живите с этим. Далее Гусворкс напишет, что она боится лайкать арты фанатов, где присутствуют различные шипы её персонажей. Так как многие могут принять это за канон и будет супер некруп. И поэтому сразу заявила в твиттере ниже, что в шоу нет никаких романтических отношений и канонических парочек в том числе. Кому от этого грустно, ставьте лайк. Ну и опять тамблер Гусворкс. Люди могут шиперить всех, кого захотят. Это не значит, что это будет каноном или что-то в этом роде. Но я считаю, что нужно позволять людям делать то, что они хотят. Ну и считаю, что какая... Опять же, я вот никогда не понимал, почему некоторые люди оценивают что-либо по фэндому. Но это неправильно, блин. Но это неправильно. Надо оценивать по самому продукту. Фэндом может быть прекрасным, допустим. Нет, такого не бывает. Фэндом всегда практически отвратителен. Да, если брать самую громкую, самую противную часть, которую виднее всего. Часть всего фэндомы они отвратительные. Ты о них смотришь и хочешь сделать... Вот так примерно. Ну, почти в 100% случаев. Да, там есть, конечно, хорошие ребята, которые крутые. Но обычно, если фэндом крупный, ты хочешь просто бревануть на этот фэндом. Тут, ну, что поделать? Жизнь такая. Фэндомы такие. Ну, при этом же, это же никак не влияет на мультфильм, игру и так далее. Самое большое, чего я хочу, чтобы этот фэндом не делал, это не становился токсичным и вспыльчивым по отношению друг к другу. По глупой причине. В конце концов, это всего лишь глупый интернет-мульт. Не забывай, кстати, на мой телеграм-канал подписываться. Там новости пацкому боссу, отелю Хазбен, трону... Вот там мультик, ребята, там мультик. ...самыми первыми. Ещё всё это можно обсудить в ламповом чате. Мультики, смотрите. Мультик, смотрите, так круто. Ну и что же нас ждёт дальше? Скоро, а именно 9 ноября, пройдёт конференция Glitch X. Там будет Лиам Виккерс, который расскажет про дронов-убийц. Затем в Gooseworks поделится информацией о цифровом цирке. А также там будет Трейси Баттерс. Ой, Лакадейси мне понравился, Лакадейси мне понравился. Вот, типа, прикольный проект. Вот мне нравится его визуальный стиль, посмотрим, что с него получится. Ну и Адский Босс. Ну, Адский Босс немножко, конечно, в кринжу скатился, как, в общем, для меня и Дроны-убийцы. Ну, для меня так. Так, не знаю, многие говорят, что шестая серия, там, что-то, взрыв мозга. Напишите об этом. Вам действительно хочется посмотреть, как я буду опять смотреть шестую серию Дронов-убийц и клинжевать с неё? Или она реально настолько хороша, что не буду клинжевать? О, Синьор Белла, это вообще шикарно, шикарно. А так вышел только пилот мульта. Авторы смотрят на успех и, я думаю, начинают работу над первым сезоном шоу. Учитывая, сколько фанатов цирка появилось только на первой неделе выхода пилота. А так можно обратиться к пилоту, терея первой серии Дронов-убийц. А те же самые кличи. Он вышел 30 октября 2021 года. Фанаты ждали, ждали и дождались вторую серию первого сезона. Вышла она 19 ноября 2022 года. Практически год и один месяц прошёл с пилота. И сериал начал активно выходить. Сейчас вон каждые два месяца выходят новые серии. Я думаю, с цифровым цирком будет точно так же. Вторую серию нам стоит ждать примерно где-то через... Ну, визуальности мне нравятся. Прикольные. Ну, такое красочное. Не, не знаю. Визуально мультик прикольный. Новые эпизоды шоу. Тем более, на данный момент пилот Дронов собрал 20 миллионов просмотров. Шоу запустили и это шоу точно запустят. В свет. Уже больше вон 17 миллионов на пилоте. А вы что думаете? Плохо, что нет каноничных парочек в шоу. Обязательно напишите, будет интересно почитать. Не забывайте подписываться на канал и нажимать. Ну, мне кажется, что нет канонических парочек. Значит, ну, просто шоу будет не на этом держаться. Ну, это, я считаю, нормально. Ну, не все должно держаться на романтике и так далее. Это же не какая-то Дорама, которая обязательно, даже если она криминальная, там, романтика должна быть. Вот реально. Я заметил, я ничего против Дорам не имею. Но там реально бывает, что Дорама, знаете, криминальная Дорама. И там сама какая-то романтическая линия ссунут. Чисто, чтобы она была. Вот, ну, если тут не будет ее, ну и ладно. Этих романтических линий или парочек и так далее. Это не делает хуже сериал, я считаю. Типа, надеюсь, просто это не спустится в кринж на уровне, там, третьей, четвертой серии Дронов убийств, там, где просто героев режут налево и направо. Просто так. Ну, типа, не знаю. Не нравятся мне ваши Дроны убийцы. Ничего не могу с собой поделать. Ничего против не имея визуального стиля. Ну, вот, не зашел мне. Ребята, ссылка на оригинал видос в описании. В принципе, то, что он сказал правильно. Подписывайтесь на мой канал, мне было очень приятно. С счастливым, здоровья, удачи, всего придачи. Всем пока. Пау.